В выборах в парламент 2012 года примут участие 11 партий и 2 блока. Из них 9 борются и на выборах в столице. Одновременно голосование предусматривает и один бланк бюллетеней. В нем на одной стороне указаны депутаты парламента, на другой – кандидаты в собрание гражданских представителей. В связи с тем, что до выборов электронные паспорта они успеют выпустить, было решено, что граждане будут голосовать, предъявив ныне действующий паспорт. Сейчас ведется работа по сверке списков избирателей. Согласно закона, подсчет голосов будет проводиться при помощи специального оборудования. Техника для подсчета бюллетеней поставляется по графику и тут же программируется согласно утвержденного образца бланков. Далее пройдет тестирование новой программы подсчета голосов. Как отметил глава государства, сегодня его инспекция направлена на то, чтобы лично убедиться, что выборы пройдут честно и справедливо. В ходе поездки президент пришел к выводу, что юридическое и правовое регулирование выполнено хорошо. Это значит, что во время голосования не должно быть никаких проблем ни со стороны избиркома, ни со стороны членов комиссии. Элбек Дош призвал политические партии к честной борьбе и отнестись к голосованию с точки зрения высокой нравственности, исключая конфликт интересов. Я надеюсь и верю, что партии выдвинут достойных кандидатов, которые умеют работать в аппарате и оправдают надежды избирателей. Хотелось бы, чтобы кандидаты были честные, справедливые, без темных пятен в прошлом, к примеру, не имеющие приводов в антикоррупционное управление. Еще хотелось бы, чтобы в стане госаппарата было побольше молодых, активных людей. Ну и, конечно, нужно выдвигать женщин. Президент добавил, что надеется на то, что до летних каникул парламент утвердит закон о том, чтобы один и тот же человек не находился на двух должностях – депутата ВГХ и члена правительства. Как президент я придерживаюсь позиции, что один и тот же человек не должен заниматься двумя столь ответственными государственными делами. Нужно понимать всю серьезность высокого поста и проводить контроль над исполнением обязанностей. Кроме того, я уже направил в правительство проект, который регламентирует меры по отношению к депутату, совершившему преступление. Надеюсь, суд этот проект примет. Для проведения выборов в парламент и орган столичного самоуправления в бюджет заложено 364 миллиона 900 тысяч тугриков. Однако недавно законодательный орган утвердил проект обеспечения избирательных участков камерами видеонаблюдения. Для этих целей будет выделено еще 100 миллионов. При этом Элбек Дорш отметил, что при хорошей подготовке надзори выборы пройдут честно. Денсма Энг Белек, Аист, Монголия